Глубоко уважаемый Владимир Фёдорович, президиум, глубоко уважаемые коллеги. Я хочу представить результаты нашей совместной работы с докторами первого отделения с Ириной Евгеньевной Мешковой, которую мы проделывали на протяжении нескольких лет, наблюдая за пациентами репродуктивного возраста, которые находились на терапии томоксифена. Я повторюсь всё то, что сказали уже Владимир Фёдорович и Лев Михайлович очень коротко, что томоксифен сегодня является препаратом, который рекомендуется для лечения не только больных в менопаузе, но и в пременопаузе, и 5, и при хорошем течении и 10 лет. И он снижает, как показано, на 45% риск рецидива заболевания и на 35% риск летального исхода. То есть это говорит о том, что этот препарат достаточно эффективен. И, как сказал уже Лев Михайлович в своём сообщении, томоксифен – это препарат, который относится к группе деятел стильбыстрола и кламифена. И помимо своего антиэстрогенного действия на эпителии молочной железы и опухоли молочной железы, эстрогенного эффекта на уровне эндометрия, он обладает стимулирующим действием на стероидогенез в яичнике. И до того, как томоксифен стал применяться как противоопухолевый препарат, им пользовались для индукции овуляции. Сейчас это уже он отошёл. И вот в силу этого своего эффекта, который особенно выражен у женщин молодого или преминопаузального репродуктивного возраста, в силу этого эффекта, вот этой стимуляции стероидогенеза, стимулирующего действие на яичник, у женщин образуются кисты в яичниках. Я не знаю, видите ли вы мой этот самый сигнал. И вот как показана литература, уже на больных раком молочной железы частота таких кист у женщин репродуктивного возраста достигает 34%, а иногда в отдельных работах 80%. То есть это достаточно частое явление. Но мало того, что у женщины образуются кисты, и эти кисты могут достигать очень большой величины. И некоторые авторы говорят о том, что имеется риск перекрута кисты, разрыва её, что может создать ургентную ситуацию. Но в этих кистах идёт образование большого количества эстрогенных гормонов. И если у нормальной женщины даже в период эвуляции уровень эстрадиола может достигать 600-800 до 1000 пекамоль, то в такой кисте может образовываться 4-10 тысяч пекамоль эстрадиола. И вот что интересно, в рекомендациях и прежних, и сейчас последних АСКО, где говорится о том, какие же побочные эффекты могут возникать у женщин репродуктивного возраста на фоне гормонотерапии томоксифином, то перечисляются приливы, вагинальные выделения или сухость влагалища, судороги в нижних конечностях, редко, это подчёркнуто не мной, так написано, образование тромбов и незначительное повышение частоты рака тела матки. В отношении кист не говорится ни слова. И нам это показалось достаточно удивительным. И вот в течение нескольких лет, обследуя случайно, я говорю случайно, потому что это не было запланированное исследование, где мы брали бы пациентов от первого дня начала их лечения томоксифином. Нет, мамологи присылали к нам в лабораторию пациентов, которые находились на лечении томоксифином. Особый наш интерес к этой группе пациентов изначально был вызван тем, что в лаборатории был разработан метод определения вязкости мембраны ретроцитов, который показал, что он является своего рода косвенным показателем гормоночувствительности опухоли. А дальше мы решили проследить, а как вот этот показатель он ведёт себя при терапии томоксифином. Значит, была активность с нашей стороны в привлечении таких больных и активность докторов, которые присылали больных на обследование не только, уже и со своего собственного интереса. И таким образом мы обследовали 254 женщины, которые находились в различном возрасте, и все получали томоксифин на протяжении разного возраста, на длительности времени. Им делалось УЗИ, гормональное обследование, и мы пытались каждый раз определить сроки, на которых появилась киста, вернее, так, есть или нет киста, срок, в который она появилась, диаметр этой появившейся кисты. И вот эти 254 человека распределились таким образом. У 32%, то есть у 81 женщины, были обнаружены кисты яичника. У 173 таких кист не было. Из тех, у кого они были обнаружены, у меня указка это не была, а вот так, наверное, нет. Извините, виновата. Вот, всё, спасибо, я восстановила. Те, у кого они были обнаружены, вот из этих 81, у 50 был сохранён менструальный цикл, у 31 была менопауза. А дальше идёт другая градация. Вот из 50 человек репродуктивного возраста женщин, у 36, то есть, если мы уже берём вот этих 50 за 100%, то в 72% случаев был повышен уровень эстрадиола. В менопаузе их меньше. Но что интересно, мне хотелось бы обратить внимание в этой табличке. Вот у 173 пациентов эти кисты обнаружены не были. Но посмотрите, в менопаузе у 12 человек в менопаузе на 155, у 12 из 155 был повышен уровень эстрадиола. Что я хочу этим сказать? Дальше я покажу, что ранняя менопауза или менопауза, наступившая в результате предварительно проведённой химиотерапии, ещё не значит, что эта женщина действительно находится в менопаузе. Цикл может восстановиться. И вот то, что у них на томоксифене у 12 человек повысился уровень эстрадиола до достаточных величин, говорит о том, что к таким женщинам и в менопаузе нужно относиться серьёзно. Так, пардон. Что же является, так сказать, вот в каких случаях и когда наиболее часто видим мы образование этих кист, а самое главное – образование кист с высоким эстрадиолом. Это прежде всего длительность применения томоксифена. Вот достоверно, короче, был период применения томоксифена там, где был выше уровень эстрадиола. 155 и 1667 средние показатели. И когда мы разбили всех пациентов с кистами и с гиперэстрогенией на группы, то, видите, по возрасту они у нас почти не отличались. По длительности применения томоксифена, да, и самые высокие цифры эстрадиола 2000 – это были там, где применение томоксифена было короче. Обратите внимание ещё на сроки появления кист. вот там, где они в этой первой группе средний срок составил 3 месяца. И когда нам удавалось наблюдать пациентов, которые приходили к нам из 8-го отделения ещё до начала применения томоксифена, и мы их видели на протяжении некоторого времени, да, первые 2-3-4 месяца – это сроки наиболее частого появления кист наиболее высоким уровнем эстрогенных гормонов. Хотя были люди, у которых эти кисты появлялись и через год, и через два, что говорит, что наблюдать за такими пациентами надо постоянно. Ну, вот уровень эстрадиола в зависимости от длительности приёма томоксифена. теперь уровень эстрадиола у пациентов менопаузального возраста в зависимости от сроков. Значит, это то, что я уже сказала, что в менопаузе также – я думала, почему я не вижу – в менопаузе также были больные, у которых вырос уровень эстрадиола. Их много меньше, но всё-таки 1300-193 средний на группу возраст говорит о том, что менопаузальный возраст также, особенно ранняя менопауза, является определённым риском. А размеры кисты практически не имеют значения. Они все в районе 18-23-21. Во всех таблицах, которые я показываю, есть ещё такой фактор, как уровень гонадотропинов. Я не обращаю сейчас на него внимания, потому что так получилось, что вот этот очень высокий уровень эстрадиола не являлся очень сильным тормозом для продукции гонадотропинов. Почему и как это объяснить пока трудно сказать. теперь мне хочется ещё раз сказать несколько слов про химиотерапию. Вот группы больных репродуктивного и менопаузального возраста. И вы видите, что там, где цифры, слова «да», это те, кто получал химиотерапию, как в репродукции, так и в менопаузе. И именно в этих группах кисты и гиперэстрогения была достаточно высокой. То есть нарушения, которые вызваны в яичниках химиотерапии, не препятствуют действию тамоксифена на этот яичник. И особенно, я хочу ещё раз сказать, надо обращать на это внимание в отношении менопаузальных больных. Потому что многие женщины после химиотерапии приходят к нам и говорят, в течение года нету месячных. Вы начинаете тамоксифен и могут появиться кисты, может появиться высокий эстрадиол, может восстановиться цикл. А представьте себе, что такой женщине назначен не тамоксифен, а назначен ингибитор ароматазы, думая, что она находится в менопаузе. В этом случае, в общем, я не хочу сейчас отвлекаться на это, но это нежелательно. И вот в качестве такого короткого вывода я хочу сказать, у больных в менопаузе эстрогенопродуцирующие кисты образуются на ранних сроках менопаузы, когда она до года или несколько больше года. А также, если наступление менопаузы вызвана предшествующая химиотерапия. Я считаю, что эти вещи надо обязательно учитывать. На этой таблице это те пациенты, я думаю, мы останавливаться не очень будем, потому что это те пациенты, у которых не выобразовались кисты, и у которых под влиянием тамоксифена никаких особых изменений в продукции гормонов не наблюдалось. И вот встаёт такой вопрос. Хорошо, кисты огромные цифры эстрогенов, которые есть в крови у этих женщин. А что же происходит с эндометрием? Мы знаем, что постоянно следим и определяем толщину эндометрия. И что интересно, вот у 28 пациенток с гиперэстрогенией была исследована толщина эндометрия. Мы практически нигде не увидели связи высокого эстрадиола и толщины эндометрия. Даже когда мы выделили группу, вот, группу из девяти человек, и посмотрели, взяли там эстрадиол был почти 2400 с ошибкой 600, то есть он очень высокий, а толщина эндометрия в целом была 6,8. Почему? Трудно сказать, потому что с другой стороны конечно есть гиперплазия эндометрия, и на всю эту группу у нас были. И вот я специально взяла эту группу там, где был высокий эндометрий, выше 8 миллиметров. В среднем он получился 12, а эстрадиол при нем был сравнительно невысокий по сравнению с другими цифрами. Значит, и вот действие этого высокого эстрадиола на матку не было таким, как мы его ожидали. И вот очень важен вопрос, почему мы так заинтересовались вот этим явлением. Как же относиться к этой гиперэстрогении? И в каких случаях нужно сочетать тамоксифен, который вызывает явление образования кисты гиперэстрогении с агонистами ЛГРГ? Вот в софт несколько раз цитировали все эти исследования, было показано, что подавление функций яичников в сочетании с тамоксифеном целесообразно проводить у пациентов, которые получали химиотерапию, которые имели метастазы в регионарных лимфатических узлах и которые были моложе 35 лет. Но вот когда сравнили одно исследование по эффективности свободного интервала течение рака молочной железы при высоком и низком эстрадиоле, где не было добавлено подавление функций яичников, то достоверной разницы в этих кривых получено не было. То есть тамоксифен, даже вызывая вот такую высокую гиперэстрогению, как бы не влиял на это течение. И ещё одно доказательство того, что тамоксифен-1 без дополнительного подавления функций яичников даёт приблизительно те же результаты. В то время, как, когда вы добавляете подавление функций яичников, то увеличивается и токсичность, и осложнения, которые вызываются этим явлением. И ещё одно доказательство того, что вот эта гиперэстрогения возможно не является таким опасным для больных раком молочной железы. Вот эти данные из работ, как где-то моксифен применялся в качестве профилактического метода. И говорится там, что относительный риск в этих предлительном исследовании, когда тамоксифен давали здоровым женщинам с целью профилактики рака молочной железы, полипоэндометрия, относительный риск появления их был 1,9, кисты яичника 1,5. Да, но, простите, это были женщины репродуктивного возраста. Значит, эти кисты яичника также были с гиперэстрогенией. Значит, рак молочной железы, так же, как петамоксифений во второй молочной железе, и здесь была профилактика рака молочной железы, это не мешало. Ну, и здесь ещё раз перечислены различные исследования, где сравнивались ингибиторы ароматазы, тамоксифен, и я просто хотела только обратить внимание на один вывод, который там сделан, что сегодня, когда мы говорим, а мы видим, что иногда больные, которые заканчивают хирургическое, химиотерапевтическое лечение, стоят врачи, мамологи перед выбором, надо ли назначить тамоксифен или назначить ингибиторы ароматазы с подавлением функций яичников. Вот вывод из этой работы такой, что сегодня ещё рано рекомендовать окончательно ингибиторы ароматазы и подавление функций яичников у женщин в премии на паузе. Я думаю, что это всё. Спасибо. Да. Пожалуйста, Ну, вот я сразу замечаю по поводу последнего вывода о том, что рано применять сочетание супрессии яичников и ингибиторов ароматазы. Ну, есть европейские рекомендации по лечению одевантов и гормонотерапии. В этих рекомендациях написано у пациентов моложе 40 лет при наличии региональных метастазов рекомендуется применение супрессии, эвариальной супрессии и ингибиторов ароматаза экземистан. Владимир Фёдорович, вероятно, группа пациентов молодых... Вероятно, подход должен быть иной. А если мы имеем дело с женщинами с ранними стадиями, без региональных метастазов, молодых, то, вероятно... По стандарту там и не рекомендуется авариальная супрессия. Там только тамоксифен. И мне кажется, что бояться тамоксифены и тех, так сказать, побочных эффектов, которые возникают, не надо, но дальше, вероятно, стоит их изучать всё-таки, что такое эта гиперэстрогения и к чему она приводит. Спасибо большое, Евгения Владимировна. Вопрос, пожалуйста. Адель Фёдоровна. Нет, произнесённый тезис относительно авариальной супрессии и ингибиторов ароматаза у пациентных с метастазами рекомендуем. Как длительно назначается авариальная супрессия агонистами резингормонов, да, к примеру? Как долго? Ну, вот пока стандарты ещё действуют, они будут действовать до марта следующего года, супрессия, авариальная супрессия агонистами гормонами назначается на 5 лет. Раньше на 2 года, сейчас на 5 лет. Ну, просто мы сейчас не говорим больше о побочных проявлениях тамоксифена, а о побочных проявлениях агонистов рейдингормона, которые вызывают остеопороз и так далее, здесь мы сегодня не обсуждаем. это назначается у пациентов высокого риска рецидива при наличии множественных метастазов, это не у больных ранней стадии, и при формах, так сказать, быстро растущих большим местным распространением не так дальше. То есть, разрешается 5 лет, раньше 2 года. Спасибо. Вот об этом и говорится, что, к сожалению, вот мы, что мы, менты, вот скажем, приезжает нам пациент из периферии, или там, скажем, врачи молодые, на консерве, говорят, вот мы вообще боимся назначать тамоксифен, поскольку вот такие бывают побочные эффекты, толщина эндометра, рак эндометра, почему-то они думают, что у всех рак эндометра, это всего 3%. Так вот, значит, по рекомендациям как раз-таки назначается один тамоксифен без супрессии. Значит, поскольку супрессия вызывает остеопороз, депрессию, снижение качества жизни, ну, и все остальные признаки там же, сексуальные нарушения, неврологические и так дальше. То есть на вот такое лечение, а тем более еще хирургическое удаление, идут только в таких ситуациях, когда другого подхода нет. Притом эти пациенты, как правило, сначала получают химиотерапию. И во время химиотерапии тоже назначается золотекс для того, чтобы предохранить повреждения яйцоклиния, от химиотерапии, она как бы золотекс защищает в этом случае яйцоклиния. Но это отдельный разговор. Продолжение следует...